Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона, и сегодня мы посмотрим видео с канала Дэс Мокиш. Видео называется «Как набрать музыканта в группу». Мне это очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Поехали! Здорово, народ! Хотел поговорить о том, давно уже хотел эту тему затронуть, как и по каким параметрам нужно выбирать музыкантов к себе в группу подбирать. Блин, прикольно у него задний план, кстати, какие-то дома такие. Прикольно выглядят. Многие, те, кто работал в каких-то людских, так скажем, коллективах, то есть там где-нибудь в офисе, ну, неважно, на любой работе, где вы находитесь внутри какого-то коллектива, внутри какого-то общества, тут как бы здесь все то же самое абсолютно получается, потому что многие руководствуются такими вещами, типа вот мне нужны музыканты, я набираю музыкантов, и при этом я именно набираю музыкантов, они должны хорошо там играть. У них должны быть такие музыкальные приоритеты примерно, там, как у нас, там, у нашей группы, там, чтобы там где-то в одном направлении мы шли, музыкальным. И на этом как бы все, такой как бы список требований заканчивается. Но никто не рассматривает музыканта как просто человека определенного, просто личность, да, какой на самом деле человек. Потому что в тот момент, когда вы набираете музыкальную группу, вы на самом деле набираете людей. В этом музыкальной группе людей, которые будут между собой контактировать, как-то взаимодействовать, то есть быть. Ну, я немного пока не пойму, то есть о каких группах он говорит. Если он говорит о новичковых, там, вообще молодых группах, которые только вот ребята там молодые собрались, то обычно все происходит как-то само по себе, мне кажется, у всех. Никто не набирает прям к себе музыкантов в группу. То есть все просто там, о, там, привет, ты с одного двора, с одной школы, с одного класса, там, не знаю, еще как-то. Такие, о, давай играть, давай. Потом они начинают репетировать, встречаются еще с какими-то музыкантами, знакомятся, начинают с другими что-то делать. Ну, по крайней мере, так у меня было, ну, по молодости, я думаю, у многих. Вот, а если же он говорит про профессиональные группы, то это немножко другое. То есть, ну, и профессиональные группы бывают вообще разного уровня, разного масштаба и так далее. Быть в одном коллективе, внутри. Я вот поиграл в разных коллективах, в интернациональных таких. И, конечно, вот эта вот тема именно личностей очень-очень остро всегда стоит. Вот что сейчас я в коллективе нахожусь в одном, в таком чисто испанском, да. Вот, то есть на самом деле, когда вы набираете в музыкальную группу людей, вы прежде всего выбираете в эту музыкальную группу людей. Ну, понятно, тут я полностью соглашусь. То есть, вообще, от того, насколько нормальные отношения между людьми в группе, вообще зависит, по сути, успех группы. То есть, рано или поздно, вот я даже этого не понимал, но уже с опытом понял, что рано или поздно возникнут у вас все вопросы. И связанные с дележкой денег, и с распределением обязанностей. То есть, когда группа ничего не зарабатывает, то, ну, то есть, это не превращается в работу, да. То есть, это просто хобби. То это одно дело. То есть, хобби, оно и хобби. И, как бы, людей никакой ответственности нету ни на ком. То есть, это, ну, просто развлечение. И там требовать даже что-то от музыкантов, ну, по сути, ну, да, там, как бы, кто-то больше делает, кто-то меньше, кто-то старается. То есть, группа, говоря, допустим, фронтмен группы, он там и группу ВКонтакте ведет, и Инстаграм, и там так далее, пытается какие-то концерты намутить, а другие ребята вообще ничего не делают. И у него, как бы, к ним особых претензий, как бы, нет. Ну, да, он может сказать, что вот, я тут один все тяну там, но он не может им предъявить, что, типа, ребята, блин, так не пойдет. Вот, они скажут, ну, у нас это хобби, нам по кайфу, мы вот так вот, мы не хотим, нам, ну, нет концертов и нет, есть концерты и есть. Но как только группа начинает зарабатывать, как только появляются концерты, гастроли и деньги, этот вопрос сразу же встает. А кто сколько будет получать? И вот тут начинается, типа, ты нифига не делаешь, значит, ты получать будешь там меньше, ты там делаешь что-то. Начинается распределение обязанностей. То есть, группа сначала, она пытается адекватно, такая, о, давайте сядем, разберемся. И вот тут вот, даже вот в этот момент, проявляется вся неадекватность людей. То есть, если люди неадекватны, они ни один вопрос решить не могут, не смогут. То есть, тут нужно, как бы, быть нормальным человеком, дипломатичным, как бы, попытаться сделать так, чтобы всем было комфортно, да? То есть, ты не только о себе думаешь, как бы себе урвать кусок, а ты думаешь, ну, вот как честно будет, для кого? Вот там ты, допустим, инстаграм ведешь, это трудозатратно, тебе настолько-то больше денег. Ты там концерты договариваешься, тебе настолько. Мы все это вот с моей кавер-группой прошли, то есть, и до сих пор проходим. До сих пор возникают какие-то вопросы, которые приходится реально долго-долго обсуждать вместе. Кто-то согласен, кто-то не согласен, на уступки идти, не идти на уступки и так далее. То есть, везде какие-то компромиссы, еще что-то. То есть, это реально такая работа. То есть, вот, потому что, представьте, коллектив из пяти человек. Вот, допустим, муж с женой постоянно ссорятся, их двое, и они там любят друг друга, это считай, как, ну, как родственники, считайте. Вот, и постоянно у них какие-то нерешенные вопросы. А тут пять человек, которые, по сути, связаны только просто группой. У них у каждого, там, есть свои друзья, семьи и так далее. И тут просто группа, или, ну, если это группа, как работа, ну, считай, работай, да. Вот, и они пять человек разных абсолютно должны как-то договориться обо всем. То есть, это сложная задача. И вот тут, как бы, реально, вот про что говорит Смоги, что, что если люди, нужно брать людей, да, как бы, то есть, нужно, чтобы люди были адекватные. Я пока еще не понял, как определить, что они адекватные, это же не отдел кадров, какая-то анкета. Вот, но сейчас посмотрим. Вот это главный принцип при наборе в музыкальной группе. Ну, в принципе, главный метод при набирании людей, в принципе, куда-то. То есть, именно людей. Потому что я знаю приятеля, которые там к себе на работу набирал людей, и он уже сейчас говорит, уже, будучи научен и опытом, он говорит то, что мне сейчас нужен просто даже не профессионал. Вообще, я сам всему ему научу, лишь бы человек был просто, просто нормальный человек, обучаемый, контролируемый, без всяких вот этих вот сюрпризов, викидонов. То есть, вот такая тема. И вот. Ну, по поводу профессионала или не профессионала, тут есть просто грани. То есть, если человек вообще, ну, то есть, все зависит от уровня твоей группы. То есть, вот, например, моя кавер-группа, ну, я, мы просто, допустим, нам понадобится барабанщик, вот, мы не можем взять просто новичка. Ну, просто, ну, это смешно. То есть, ну, что, мы будем ждать, пока он там 10 лет будет учиться играть, что ли? Нет. То есть, по-любому у человека уровень игры должен быть. Другой вопрос, что человек может просто виртуозно играть на барабанах, и у него будут огромные запросы. Или человек будет играть просто нормально, средне, но он будет выполнять все функции, у него будет своя установка, он будет не бухать, он будет пунктуально приезжать на концерты, там, и так далее. Будет улыбчивый, приветливый, и так далее. Вот. И, конечно, лучше его выбрать. Это вот, ну, он, наверное, примерно про это и говорит, я думаю. Вот тут очень интересный момент психологический, да, начинается. Потому что можно вообще на такое попасть. Вот, например, я был в одном коллективе, тоже такой, он интернациональный, то есть, был я. Кстати, я еще заметил, и, ребята, кто столкнется, или просто в комментариях напишите, кто уже сталкивался, все, ну, очень много, вот именно музыкантов, которые работают в кавер-группах, у артистов, у поп-артистов в основном, вот такие сессионщики на студиях, на студиях звукозаписи, всякие люди, там, даже звукачи, практически все адекватные, улыбчивые, и, как бы, такие вот приятные люди. Вот. Но стоит окунуться в новичковскую тему, в какие-то рок-тусовки, там, и так далее, там просто дичь, там все рок-звезды, всем на все плевать, все там самые крутые, и так далее. Вот. Ни привет, ни спасибо, типа того. Поэтому, ну, я не хочу сказать, что везде так, но, то есть, когда, где деньги, там уже есть конкуренция, и там люди понимают, как себя вести. То есть, если ты будешь просто, грубо говоря, каким-то, ну, хреновым человеком, то ты просто не выживешь. Тебя никто не будет брать на работу, никто не будет с тобой сотрудничать, и так далее. Поэтому, вот так. Был у нас итальянец, аргентинец, и англичанин. У меня есть об этом видео, где я там был просто в шоке. Catch rock'n'roll. И вот этот тот англичанин, гитарист был потрясающий вообще. Гитарист был фантастический, хороший гитарист, ну, такой классический гитарист, там и весь Pink Floyd играл, там и джаз играл на гитаре хорошо. Гитарист обалденный, такой настоящий, такой, настоящий, такой классический, стратокастерный гитарист. Такой возрасте уже, ну, любил выпить, страшно любил, причем, как любой англичанин, которых я встречал, то есть, вот, день начинается, вот, то есть, с пинта пива, да, и... Немножко расизма, что все англичане любят выпить. Я видел эту проблему нарастающую, она началась с того, что он просто в таком состоянии пришел на репетицию вообще в никаком, в итоге там поторчал 15 минут и сказал, я у меня сил нет, я вообще там умираю, мне нужно домой. И после этого надо было уже что-то, ну, думать о том, что, ну, как мы будем дальше. В итоге все это дошло до того, что был вот такой момент, когда он был просто в стельку пьяный, я причем видел его уже днем, уже довольно таким, под шофе, а к вечеру, естественно, когда у нас был концерт, рабочий концерт, это работа, то есть, вот этот кусочек, вот смотрите, он там практически упал со сцены. Вот такой момент, и вообще, ну, просто стыд и позор, просто стыд и позор. Вот, пожалуйста, вот вам типичный пример того, что человек... Ну, я не совсем понял, что вы играете. То есть, если, например, вы играете панк или еще что-то, это, в принципе, норм. Это было бы, наоборот, круто, если человек там пьяный выходит на концерт, дебоширит. Ну, Курт Кобейн, по сути, так и делал. Ну, как бы, и это было круто, весело и так далее. Поэтому, если вы играете, конечно, кавера за деньги, какие-то там, то, ну, это полный бред. Это так, ну, это просто тупо. То есть, ну, естественно. Очень хороший профессионал. Профессионал отличный. Но что толку от этого профессионализма, если вот такие вот конфузы? Вот какой смысл в этом профессионализме? Поэтому, здесь, с музыкальной группой в особенности, да, прежде всего, нужно набирать человека адекватного в коллектив. И что, допустим, должно быть на первом месте, что на втором? Я бы так сказал. Конечно, хотелось бы, чтобы он был профессионал своего дела. При этом, вменяемая личность, вменяемый человек, нормальный, и при этом профессионал. Это самое лучшее сочетание. Но если выбирать из первого и второго, что лучше, то лучше, конечно, чтобы человек был просто вменяемый, но поменьше профессионал, чем он был профессионал, но вообще невменяемый. Ребят, тут он берет просто две крайности, на самом деле, то есть, вменяемый или невменяемый. Есть еще посерединке куча всего. Например, есть человек, который просто, допустим, не пьет, хорошо играет, но просто мрачный. Ну, то есть, просто, вот он приходит постоянно, он просто ни с кем особо не общается, такой, знаете, типа. То есть, он вроде в группе, а вроде и нет. Ты его там что-нибудь спросишь, он тебе чуть-чуть так ответит, как бы так, коротко, ничего это, не вступает ни в какие разговоры, в споры, еще во что-то. То есть, может, кому-то такое подойдет, как раз. Но вот лично для меня, мне кажется, ну, я с такими людьми не могу найти общий язык. То есть, мне проще общаться вот с людьми открытыми, которые разговаривают, спорят с тобой, там, могут тебе что-то сказать, что ты не так делаешь, там, ты им можешь что-то сказать. То есть, такие живые, живое общение. То есть, есть группа, и все стараются ради нее. То есть, допустим, нет такого страшного, что ты вокалисту своему, там, говоришь, блин, братан, ты вот сегодня на концерте, там, не очень с публикой общался, давай как-то это изменим, например, там, лучше сделаем. Или он тебе говорит, ты, блин, на гитаре, там, что ты тут так хреново играешь, может, ты как-то партию поменяешь, или еще что-то сделаешь. Не в смысле, что он тебе говорит, что ты плохо играешь, не смочь сыграть, еще что-то. Это понятно. Но, именно попытаться решить этот вопрос, да, все вместе. Вот это вот, ну, для меня лично нормальная, как бы, ситуация. Для кого-то, может быть, кто-то, например, фронтмен, и он считает, что нормальная ситуация, что он все делает, все придумывает, все аранжировки, все партии, все это. Ему нужно просто человек, который не будет с ним спорить, ничего, и просто будет молчать, и выполнять ту работу, которую надо. Плюс, например, человек может, там, плохо колбасится на сцене. То есть, допустим, это тоже кому-то важно, ну, и многим. То есть, куча параметров, и вот он, в принципе, про это говорит. То есть, помимо того, что конченые вот люди, я их вообще в пример не беру. То есть, допустим, вот пьяные, которые, ну, то есть, смотря от ситуации зависит, но если человек вообще все просто, то есть, не может без пьянки, ты в нем не уверен, ну, кто с таким будет работать? У меня тоже есть такой чувак, который просто офигительный барабанщик, и офигительный гитарист, и поет нормально, и вообще талантливый музыкант, но он просто не занимается музыкой, и каждый раз там, когда мы с ним занимались музыкой, я в нем был не уверен. То есть, каждый раз ты думаешь, а приедет он на концерт, не приедет, а ты просто с утра к нему уже должен заехать за ним, вот, взять его на концерт, и просто телефон недоступен, дверь не открывают, все, ты не знаешь, где он. То есть, то есть, как бы, это все понятно, но такие варианты я даже не рассматриваю, то есть, это просто с человеком расстаешься, и все, ну, как бы, что тут непонятного? А вот эти вот средние вещи, когда, например, человек вроде такой сдерживается, нормальный, но стоит ему чуть выпить, он просто становится неадекватным, начинает со всеми что-нибудь драться, еще что-то, ну, тоже, как бы, с таким сложно будет. То есть, есть куча граней разных. Как ни странно, потому что многие говорят, вот есть талант, таланту все прощается, есть вот, вот он зато профессионал, зато вот мы его терпим, за то, что он такой профессионал. Нет, это принцип, на котором далеко особо не уехать. Можно, можно, короче, затоптаться на месте, вот именно с такой темой. Да вообще, знаете, как-то одну... Ну, на самом деле, я думаю, что все таланты, как говорится, ну, по крайней мере, кто стали известными, они все были дикими трудягами. То есть, по-любому. То есть, все трудились, так или иначе. Может быть, в какой-то момент они там начали уже все там и выпивать, и еще что-то, но поначалу они трудились очень много. То есть, когда даже, допустим, там, я не знаю, да кто угодно, даже тот же Курт, я думаю, он много времени проводил за написанием песен, за придуманием текстов, еще чего-то. Вот, потом, конечно же, там наркотики и так далее, это все как бы понятно. Вот, но изначально все равно много труда проходит до того момента, когда ты уже там начинаешь неадекватно себя вести. А если ты себя сразу неадекватно ведешь, то есть там, грубо говоря, тебе 18 лет, а ты уже там постоянно пьешь, там прогуливаешь все репетиции, куда-то опаздываешь, ну, у тебя ничего не получится, ты ничего не добьешься, какой бы ты талантливый не был. Вот, вряд ли ты напишешь, даже если ты напишешь супер-хит, ты просто его не сможешь продать, не сможешь продвинуть его, ты не сможешь его никому показать, потому что ты будешь занять другими вещами. Поэтому, это все понятно. Я книгу читал интересную давно-давно, там по китайской медицине, там многим говорил, например, рассказывал, и вот, и там, в общем, все люди, все люди были разделены на типы, и там было написано, что, что в отличие, в зависимости, к какому типу принадлежит человек, и даже такого человека нужно лечить другими средствами, то есть, даже, ну, другое лечение даже к этому человеку применять, что интересно, кстати, весьма, потому что, не знаю, встречали ли вы, нет, что есть действительно разные типы людей, есть, допустим, вот, знаете, такие люди, женщины такие встречают, такие вот разрушители вообще полные, то есть, вот с которыми, которые все разрушают, вот все, вот все разрушают вокруг, то есть, вот такие вот виды людей, которых вот куда не поставь, все будет разрушаться, все в итоге переругаются, там, вот это такие люди, они вот обязательно там кого-то против кого-то подговорят, то есть, в офисе начинаются войны какие-то офисные, вот такая тема, вот такой тип человека, если вы видите уже, так вот издали. Ну, я, честно говоря, такого просто, наверное, наверное, такие люди были в моей жизни, но я почему-то на них, видимо, внимания не обращал. То есть у меня есть конкретно свой путь, всегда вот так как-то, я не знаю. И то, что, ну, кто-то кого-то подговорил, но мне просто на это всегда было как-то наплевать и неинтересно. То есть я не помню, чтобы прям я замечал такую вещь, что кто-то... То есть, когда я даже, может быть, видел, когда подговаривают, что-то делают, не... Ну, то есть меня это не касается, мне на это пофигу. А когда меня касается... А меня почему-то то ли не касалось, то ли я так воспринимал это, что я не обращал внимания, не знаю. Я как-то даже таких людей не могу вспомнить. Такой тип человека. Надо уже понимать, да, что если вы такого человека поставите в какой-то коллектив, на какую-то работу, конечно, такой человек он все разрушит. Даже причем, знаете, такой интересный пример. Знаю вот одну женщину, я такую, как раз, вот такую разрушительницу. И она однажды работала просто в продуктовом магазине продавцом. Так она, знаете, что там начала делать? Она там начала переставлять, ну, все продукты местами, как ей нравится, представляете? Шеф, естественно, увидел это и выгнал ее с работы. То есть... То есть... Переставлять продукт, как ей нравится. Ну, да, просто увольняешь и все. Что она там разрушит? Ну, да, плохо поработала чуть-чуть. Ну, это сразу поняли и просто ее уволили. Разрушительница это, если бы она, например, втерлась в доверие к какой-нибудь там к жене, там хозяина магазина, и настраивала бы жену против своего мужа. Типа говорила, что он что-то там плохо делает, она бы начала ей верить там, и они бы разругались и развелись, например. Вот это разрушительница. Или там настраивать одного там менеджера против другого, там что-нибудь такое против директора, то есть что кто-то кого-то уволил, а она осталась на месте. Вот это, я так понимаю, разрушительница. А это что? Это просто бестолковая сотрудница, которую уволили, и все, и до свидания. Понимаете, тут как бы даже человек не виноват в том, что он такой. Просто он таким родился. Такой тип, такой тип биоробота. Как вот биороботы, знаете, люди. Разная модель биороботов. Вот такая модель биоробота. Ну что с ней сделать, если она такая? Ну не совсем родился, а скорее всего воспитался таким. Какие-то гены, конечно, они тоже влияют, но основное это, конечно, культура и воспитание. Ничего не сделаешь. То есть она даже вот эту программу разрушений выполняет даже в продуктовом магазине среди просто вот продуктов. То есть она, видимо, подходит такая к банкам, смотрит там в банке помидор. И она такая, банка помидор рядом с банкой с огурцами. Не бывать такого. А давай я эту банку помидор кряженки сейчас посажу. Посмотрим-ка. К кряженки лучше никого не сажать. Это будет точно... Вот это точно будет разрушение. Как они там уживутся, да? То есть вот из этой серии. То есть куда ни поставь, это, кстати, отлично действительно пример того, насколько есть такие люди. С другой стороны, есть другие люди. Есть такие, знаете, другая модель биоробота есть. Есть вот, наоборот, трудоголики. И трудоголики, они, наоборот, работают, работают, они даже отдыхать не умеют. То есть вот их куда посади, вот куда их не поставь, в какой коллектив их не внедри, все начнет как-то скрепляться, все начнет работать. Ну, то есть все действительно нападет в гору. Ну, то есть такой вид человека, трудоголик. Такой вид хороший. Вот, конечно, просто такой вид. Естественно, надо... Ну, вот трудоголик, это точно не ко мне. То есть я просто капец такой ленивый. То есть я пытаюсь делать то, что мне нравится, я могу делать. И мне это интересно. Но если мне не нравится, я просто, я найду сто причин, чтобы это не делать просто. И все. Вот. Ну, и даже то, что нравится порой, просто лень делать. Кстати, я не знаю, кстати, я вот уже об этом думаю, почему вот есть люди действительно ленивые, вот как я, а есть неленивые. Я не знаю. Я еще не пришел к решению, почему вот такие разные люди. От чего это зависит? Там, от воспитания или реально гены такие, что ли? Хрен знает. Как так? Потому что я знаю, вот есть люди, которые просто постоянно что-то делают. И это, и это, и там, и там. И просто им все. То есть у них свободного времени нет. А ты сидишь, поспал, что-то там до двух дня. И что-то такой, типа, раз, и день прошел, ты ничего не сделал. Такой, ну ладно, завтра что-нибудь, может быть, сделаю. Вот подбирать так вот людей. Ну, то есть главная мысль здесь такая, то что, когда вы музыкальный групп создаете, вы в первую очередь создаете коллектив людей, личностей, которые уже будут делать музыку. Вот это вот основная мысль. Придерживайтесь ее. До скорых встреч. Ну, такой видосик, на самом деле, какой-то неполноценный. Я бы сказал, что, ну, мало инфы. Ну, мы поняли, да, что надо личности набирать, но это очень как... Ты не рассказал, как от группы это зависит. То есть, вот я же говорю, в профессиональных группах там другое. Вот, например, допустим, вот у меня кавер-группа, у нас пять человек. Бывает очень часто, допустим, что барабанщик не может приехать на концерт. И нам приходится искать подмену. И вот когда мы ищем подмену, то есть, это же тоже как бы достаточно такая тема, что она же не разовая. То есть, ты один раз, потом тебе надо еще когда-то, еще когда-то. И вот мы ищем, вот мы нашли, у нас там есть два барабанщика, которые с нами играют. У нас, ну, было там несколько, мы пробовали, но вот два барабанщика прикольных ребят. И тут, по сути, нам важно, нам не нужно особо общение с этим человеком. Нам нужно просто качественное, чтобы он качественно сыграл и чтобы он был ответственный. То есть, чтобы он приехал вовремя, все разучил, вот, и просто качественно сыграл. Все. От него не требуется быть хорошим другом, там, веселым, там, еще что-то. То есть, да, это хотелось бы, но это не важно, потому что мы его видим редко. А вот который человек с тобой постоянно, это я говорю про кавер-группу, про мою. Мы выступаем два раза в неделю там, и то мы приезжаем, мы уезжаем с концерта, мы не ночуем вместе где-то и так далее. А вот если группа просто, которая турит по России, которая просто 24 на 7 вместе, там, конечно, отношения очень важные. Там, грубо говоря, у вас могут споры начать возникать. Допустим, в группе один верующий человек, один неверующий. Все. Они постоянно будут эту тему затрагивать и постоянно будут, если они неадекватные, они могут просто до ругани это доходить. Может быть, один за Путина, один за Навального. Все. Тоже постоянные разговоры о политике, ругань и все. И чуть ли там не до драки. То есть, все эти моменты влияют. И поэтому, ну, вот мой бы был совет, если вы хотите чего-то в музыке добиться, вот как музыкант, да, то лучше, конечно, осознать это и понять, что, да, есть у тебя какие-то взгляды, еще что-то, но самое классное быть веселым, добродушным и таким, как бы, компанейским человеком. Вот. И тогда у тебя будет, возможно, все хорошо. И, ну, споры с кем-то, они все равно ничего не решат. Никто никого не переубедит. Вот. Хотя все равно и мы в группе своей друг с другом спорим постоянно и это нормально. Вот. Ну, мы спорим, иногда друг друга подкалываем, но все это в такой в доброй манере. Вот. И поэтому все друг друга всегда рады и все пока нормально. Ребята, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, заходите на стримы. У меня теперь уже достаточно регулярно получаются стримы. я стараюсь делать с интересными гостями. Вот. И поэтому жду вас на стримах. Ставьте колокольчик, чтобы уведомления о видео приходили. В общем, все это делайте. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok